В Прикубанском сельском поселении продолжается строительство большого храмового комплекса. Возводят его на пожертвование жителей. Наши корреспонденты узнали, на каком этапе сейчас находится строительство и чем этот храм будет отличаться от других в нашем районе. Подробности в следующем материале выпуска. Прикубанское сельское поселение – одно из старейших в нашем районе. Основано оно было казаками. Но несмотря на то, что, селясь на новом месте, казаки первым делом отводили место под церковь, в Прикубанском храм так и не был построен. Современное казачество решило восполнить данный пробел. Раньше, когда у нас не было, ну еще давно не было хутор, в хуторе храма, то всегда ездили наши пожилые люди в город. Ну, когда у нас возникло, образовалось казачество в новые времена, значит, порешали казаками, что будем строить храм на своей территории, чтобы наши люди могли и помолиться, и об усопших, и о здоровье своих, близких и родных у себя на хуторе. От слов казаки приступили к делу. В 2005 году был создан проект будущего храма, а в 2011-м приступили к возведению здания. Место было выбрано не случайно. Строить церковь по совету бывшего настоятеля Свято-Успенского храма Никиты Гаврильчика было решено в чистом поле, так сказать, на чистой земле. В том, что это решение было верным, казаки убедились позже. В 2014 году здесь проходил у нас крестный ход по нашей территории, посвященный тысячелетию крещения Руси. Так вот, что было для нас открытием большим и удивительным, что по этим местам проходил князь Владимир, возвращаясь из Херсонеса после крещения в Смоленск. Здесь у него был последний привал на этой территории. Он окрестил здешние земли и воды и ушёл в северном направлении. На этой территории, по всей видимости, нам Бог и указал это место, чтобы строить именно храм. Ну вот, мы его, собственно говоря, всем миром потихоньку и возводим. Храм действительно возводят всем миром. Жители, казаки, предприниматели. Каждый старается привнести что-то своё в строительство храма. Кто-то помогает деньгами, кто-то делом, выполняя те или иные работы. Все пожертвования носят целевой характер. Наши казаки, например, имеют именные маковки, которые расположены в нашем храме. Предприниматель Петров приобрёл для нас центральную маковку на шатровой крыше нашего храма. Аганчаров Владимир, в частности, приобрёл ротонду. Казак Кондра, Валентин Афанасьевич, которому исполнилось в этом году уже 92 года, он приобрёл паникодила, стоимость 47 тысяч рублей из своей пенсии скромной. Ганчаров Владимир Ильич также приобрёл для нас звонницу, состоящую из пяти колоколов. Можно много примеров приводить о вкладе наших жителей, поскольку практически все жители принимают участие. По плану в прикубанском поселении будет возведён целый храмовый комплекс, в состав которого войдут церковно-приходская школа, библиотека, дом престарелых, трапезная. На территории храма появится оборудованная купель, эдемский сад, детская площадка и многое другое. За моей спиной расположена ротонда, в которой будет в дальнейшем установлен так называемый источник со свящённой водой. Благоустройство территории не прекращается, ведутся планомерные работы. Здесь предстоит нам построить ещё несколько основных зданий, включая здание основного храма, потому что эта часть здания – это наша входная группа, и когда-то она будет притвором. Храм будет носить имя святителя Николая Чудотворца. Несмотря на то, что до окончания всех работ ещё далеко, прикубанцы уверены, что с Божьей помощью и добрых людей их мечта осуществится, и они достроят свой первый храм, который станет украшением не только хутора, но и всего района. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова